Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я, может быть, немножко всего сейчас буду говорить странно, потому что мне сейчас пломбу поставили, у меня еще не совсем анестезия отошла, но я думаю, что большой разницы с обычными записями не будет. Сегодня уже была выложена на канале лекция, сегодня, когда я это записываю, второе число. Может быть, видео я выложу завтра, третьего, но просто лекция лекции, она у меня по расписанию стоит. Ну а некоторые события, которые со мной случились в ближние дни, они меня подталкивают на написание этих видео. Я, как и раньше заявлял, неохотно комментирую современные события, поэтому поговорим о современных, но не совсем политических событиях. Во-первых, печально известная по пляскам в церкви, с позволения сказать, группа Pussy Riot выпустила новый клепец, который выложен на YouTube и называется «Лебединое озеро». И это плохо. Не потому, опять же, что это какое-то антироссийское нечто. Дело в том, что, во-первых, с самого начала меня передернуло от 3D-анимации. На какой-то ляд они решили вставить 3D-название группы и название трека в самом начале. И это было плохое 3D, друзья мои. Это, как знаете, такие дешевые поделки под Pixar или под трехмерный Disney были популярны. Там, допустим, выходил какой-нибудь в поисках Немо, и выходила какая-нибудь его очень дешевая копия. Вот. И это одно из качества графона, вот из этой серии. Одно из этих вот поделок странных. Вот. Потом, значит, девахи, наряженные не то славянскими русалками, не то кем другим, в ночнушках таких длинных прыгают, там, то вокруг костра, вот. Там мальчик играет в солдатики. Ну, короче говоря, видеоряд такой довольно сумбурный. Ну и трек говно, что самое такое. Понимаете, бывают треки такие тоже очень политангажированные и, на самом деле, тоже антироссийские в чем-то и все такое. Но они хотя бы цепляют тебя на какое-то время своей какой-то залихватскостью и дурью. Ну, например, вот какой-нибудь трек этого, никто еще помянутого, Пахровского, Гой да Орхи. Хоть и туповат, но в целом он довольно-таки бодрый такой. Если в слова не вслушиваться, то и вообще, в принципе, ну, такой трек да трек. Такой попсовый ракешник. Вот. Ну, слова, если начать слушать, значит, становится как-то менее весело. Но в целом, с музыкальной точки зрения, это хотя бы среднее произведение. А произведение Pussy Riot с музыкальной точки зрения плохое произведение. Петь они никогда не умели, вывозили за счет эпатажа. Вот. Я, кстати говоря, почитал тут про арт-группу «Война», вот эту всю прикинтовку дешевую. Их, так сказать, те самые всякие похождения, их акции на грани дебилизма. Так вот, интересно, что у нас кричат, что вот, путинская Россия, она такая тоталитарная, такая авторитарная. Но, на секундочку, если вы посмотрите, там, их акции в районе, там, 10-го года примерно, когда они устраивали, ну, блютое непотребство, вплоть до, там, досожжения милицейских машин, или, там, приставания к полицейским, попытки, там, поцеловать полицейских и так далее. Причем девахи целовали именно девушек полицейских. Ну, девахи из группы «Война» этой. Вот. На самом деле, им спускались на таких тормозах, что на Западе, ну, это очень-очень жестко доказывается. Ну, в Америке. Про Европу не знаю, но если ты в Америке попытаешься, там, подойти к полицейскому внезапно, он тебя завалить тупо может. То есть, и будет, в общем, прав. Вот. А если ты не чернокожий, там, какой-нибудь наркоман Флойд, то тебе, ну, наверное, полицейскому за это даже ничего и не будет. Вот. То есть, за эти акции, больше того, им выдавали всякие премии акционного искусства, которые выдавали, в свою очередь, фонды, связанные с Министерством культуры. То есть, с госучреждением. По сути, государство, ну, пусть и косвенно, еще и поощряло этих всех ребят. Я так торможу пока, чтобы пропустить человека. Вот. Государство еще и этих ребят всех поощряло с тем, чтобы, так сказать, видимо, расцветали 100 цветов и соперничали 100 школ у нас в России. Вот. Ну, кто не знает, это, так сказать, отсылка к китайскому дискурсу, так сказать, символизирующая распространение различных сосуществующих учений. Ну, это из классического Китая, потом это Мао Цзэдун использовал. Ну, правда, Мао Цзэдун эту ловчонку довольно быстро прикрыл. Вот. У нас же это продолжалось очень долго, и, собственно говоря, какие-то проблемы у этой арт-группы война начались там с момента пляски в храме. Ну, и то некоторые ее представители бродили там очень долго. Там у них был какой-то Леня, который что-то скрывался-скрывался, причем он реально там исполнял, там прыгал по полицейским машинам и так далее. И потом, ну, что называется, смертью он обрел достойную своего интеллекта. Он, скрываясь от органов, хотя, по-моему, он был типа комп в бое неуловимый Джо, который никому нахрен не нужен, он, пиля ветки где-то в Подмосковье, убился, упав с дерева, подпилив, очевидно, под собой ветку. Вот. Ну, или она ему на голову упала, как человек, который в свое время в тайге под обустройство лагеря таки пилил деревья, большие и не очень. Я представляю себе, как это происходит. Ну, и на самом деле, чтобы тебя наглухо прибило лесиной какой-нибудь, но это надо постараться, это не так просто. Во-первых, человек довольно живучий и существовал. А во-вторых, ну, все-таки он же там не секвою обрубал, а сорокаметровую. Вот, ну, да, мир праху его, что называется, ушел человек, ну, еще поделаешь. Вот. Так что, вот это вот, кстати говоря, один из лидеров этой арт-группы «Война», Верзилов некий, он воюет в рядах ВСУ, что, ну, или, по крайней мере, не воюет, как он говорит, но там занимается какой-то журналистской типа деятельностью. Тоже, конечно, персонаж малоприятный, который участвовал во всей вот этой типа протестной деятельности, там, в всем типа протестном искусстве, которым готов восторгаться Запад с расстояния. Но когда какой-нибудь этот придурок Павленский, который себе мудушке прибил к брусчатке, решил исполнить какую-то подобную фигню на Западе, во Франции он быстро оказался под пятой правосудия французского и поделом. То есть Запад, на самом деле, в этом смысле достаточно жесткий. Ты не можешь подходить и докапывать полицейских. Ну, если ты там не БЛМщик. Понятно, что у них там тоже есть некоторые, иногда открываются, что называется, окна возможностей, когда там определенным группам населения закон становится временно не писан, но потом все равно эти окна возможностей закрываются благополучно. И, скажем так, не на камеру, там полиция как работала, так и работает. Вот. Что касается Пусси Райт, да, ну вот они выпустили новый клипец. Там, как ни странно, какие-то дико хвалебные отзывы, комменты есть под их творчеством. Но клип фиговый, понимаете. То есть там не получилось что-то типа эстетики безобразного, ну, как типа какие-нибудь клипы Рамштайна или Линдемана, которые довольно мерзотные бывают, но они так цепляют чем-то таким эдаким. Вот. Там, ну и самое главное, конечно, это очень плохое качество самого трека. То есть, если бы трек был хотя бы какой-то зажигательный, или какой-нибудь там ритмичный, ну, в общем, что-то в нем бы было, то, может быть, я бы и не стал это записывать. Ну, так сказать, минус на минус, минус до плюс, да, допустим. Текст говно, клип говно, а вот музыка нормальная какая-нибудь драйвовая. Я бы и не стал ничего говорить. Но тут начался разгон этой движухи. О нем зачем-то стали писать даже вполне себе такие уважаемые СМИ, что вот вы знаете, ух, группа Буссера я что-то выпустила. Но не вижу в этом абсолютно никакого прорыва музыкального. То есть, если хотели, скажем так, записать талантливый трек с целью поколебать устои России, или разубедить кого-то в этих вот, не знаю, скрепах или чем-то, ну, это совсем-совсем плохо. На самом деле, в плане, не знаю, какого-нибудь антивоенного посыла, там, так сказать, сесть и задуматься, да, гораздо больше меня за последнее время заставила какая-нибудь сцена борьбы муравьев с термитами. Есть такой мультик, он по-русски называется очень странно, муравей Антс. Хотя на самом деле, главного героя там назовут, зовут не Антс, а внезапно ЗИ, и там у него буква, именно как вот эта наша буква З, да. Вообще он по-английски Ант-З, то есть муравей З. А вот наши прокатчики, ну это было задолго до СВО, они его сделали, мультфильм, в смысле Антс, хотя он не муравья так не зовут, Ант это муравей, в принципе. А самого главного героя зовут иначе. Вот там есть такая сцена борьбы этих самых муравьев с термитами, и вот она, да, довольно сильная, особенно концовка, при том, что мульт нарисован, ну так себе, мне такая рисовка не очень нравится, но он довольно прикольный, в смысле посыла, брутальности, это вам не какой-нибудь там, не знаю, в поисках Немо при всех там гибелях матери, там и так далее. Там реально брутальщина, и там главные герои гибнут, если не как в Игре Престолов, то ну что-то похоже. Поэтому мультик смотрибельный, и сцена там заставляет задуматься, тем более, что о чем говорило немало наших разных деятелей, которые рассуждают о нынешнем положении в России и так далее. Тут ведь что важно понимать? Когда мы говорим про антивоенность, СВО является продолжением, ну, хотите, называйте, стремление ЛДНР к независимости, хотите, называйте это гражданской войной в Украине, когда, ну, гражданской войной по типу американской, когда часть территории решила выделиться. В общем, СВО это продолжение нерешенного внутриукраинского конфликта, начавшегося с Майдана, как минимум. Ну и довольно закономерное, на самом деле, продолжение. И те же самые Пусси Райт, когда ракеты и все прочие снаряды прилетали по Донецку, и там таким образом образовалась Аллея Ангелов, печально известная, ну, в честь погибших там детей в ходе так называемой украинской АТО. Естественно, что на это было по боку, на это было по боку, а вот когда Россия что-то такое исполнила, то сразу все, естественно, начали антивоенную пропаганду. Почему же они не ввели антивоенную пропаганду ВСУшникам с 14-15 года? Это непонятно, на самом деле. Ну, так оно и есть. Вот. Это что касается Пусси Райт. Видите, у меня вспомнился еще один неплохой мультик. Повторюсь, на любителя с детьми его можно посмотреть, но если у вас такие дети довольно крепкие, там нет особо какого-то намека там на сексуальное, этого там нет. Но вот именно в смысле жесткости там есть сцены «Муравей Ангс», повторяю, вот, довольно неплохой по-своему мультик, хотя и не шедевр. Гораздо лучше, чем все творчество там Пусси Райт и последнее творение какого-нибудь этого, которое ногу свело, короче. Другой момент тоже из области мультипликации, это, конечно, новый специальный выпуск Саус Парка. Кто не смотрел, он длится, ну, около часа, там, минут 50. Ну, посмотрите. Очень прикольно, довольно мощный стеб над теми самыми голливудскими, прежде всего, диснеевскими боссами, над желанием вставлять черных персонажей вместо белых. То есть проблема не в том, что в кино много фильмов про черных. Это нормально. Были и до этого фильмы про черных. И главные герои черные были в большом количестве в боевиках 80-х и до этого. Ну, например, очень любимый мной Хищник 2. Может быть, меня не все поймут, хищникофилы, но Хищник 2 мне нравится больше, чем первый Хищник. Потому что первый Хищник, он, ну, такой боевичок в 80-х, такой прямой, линейный, как палка. Хищник 2 интереснее, потому что там есть, во-первых, герой более человечный. Потому что, когда ты видишь в экране Шварценеггера, и ты понимаешь, что, в принципе, он победит кого угодно, хоть сатану. А вот главный герой фильма Хищник 2, он, конечно, крутой мужик. Это сразу же в фильме показывается. Но все-таки он не такой имбовый, как Шварценеггер. Поэтому его интереснее, на мой взгляд, смотреть. Повторюсь. А, значит, вот, черные были. Были там комедии с Уиллом Смитом, тот же самый фильм «Man in Black», да, и другие тоже с его участием. Короче говоря, никакого запрета на черных, ну, по крайней мере, последние лет 50, ну, там, с 70-х до сего момента, не было. Проблема современных фильмов в том, что черными стали заменять персонажей, которые должны были быть белыми. Ну, фильм «Анна Болейн», с черной «Анна Болейн». Вот. Тут все носятся с Клеопатрой, что, дескать, Клеопатра какая-то. Но Клеопатра там, на самом деле, она, конечно, была посветлее, но там актриса все-таки в фильме про Клеопатру, она более-менее такая, ну, что ли, метисированная. То есть, повторюсь, она, конечно, посветлее была сама по себе, царица-то, но все-таки не совсем типичную представительницу негроидной расы поставили на Клеопатру, и за то спасибо. Тем более, с Клеопатрой это фактически научно-популярный фильм. Ну, а научно-популярные фильмы, даже таких довольно крутых студий, типа там, Discovery или National Geography, они, в общем, с частой очень страдали неточностями, ну, историческими так точно, ну, и почему бы не быть неточностей в плане, там, расовой. Это запросто. Вот. Что касается, допустим, там, по вооружению, у них был цикл про Рим довольно неплохой, но по вооружению там была такая галиматья. Даже я не специалист по оружию и, строго говоря, не специалист по Риму, это вижу очень четко. Вот. Так что в нашем чудесном Саус-парке это активно высмеяли. Высмеяли то, что везде должна быть черная лесбиянка, она должна заменить собой, там, Индиану Джонса и вообще кого угодно. Даже там, где это сроду не надо, или там охотниц на привидения и надо заменить, именно охотников за привидениями надо сделать охотницами, ну и т.д. По сюжету там существует две параллельные реальности, в одной из которых главные герои Саус-парка становятся девахами. Так получается, что Карпман из привычной реальности попадает отдельно в ту реальность, где он женщина, чернокожая причем, а чернокожая женщина Карпман попадает в нашу реальность. Ну, как всегда, такой уровень трешака довольно высокий там, хотя и в некоторых сериях до этого было побольше. Смотрибельно, опять же, можете посмотреть, где как раз вскрываются в таком вот, казалось бы, довольно стебном, но, тем не менее, все-таки стебном, но правильном ключе рассказывается о проблемах. А вот наши, опять же, так не умеют, да. У нас, если надо какую-то проблему описать, то надо сделать очень постную морду, там, измазать все в крови специально, ну, и получится что-то вроде нового клипа дурацкого, вот этого вот, пусть и рает. Вот, хотя я имею в виду оппозицию, на самом деле мультипликация российская, она хороша. У нас есть очень глубокие и умные мультфильмы, я, например, очень люблю смешариков. И новая простоквашина тоже, в принципе, нормальная, и неплохо показывает там и гаджетозависимость, и все, что хочешь. Вот, поэтому смотрим, наблюдаем за окружающим, смотрим в том числе ютубчик, да, мультфильмы, клипы, и анализируем их. Ну, и не все там, как вы понимаете, одинаково полезно, интересно, и служит какому-то вашему духовному росту. Спасибо за внимание, друзья, до новых встреч.